В игре в сегодняшний сработал, как бы, неписанный закон футбола, что когда ты не забиваешь, то забивают тебе. Так получилось с нами. Хотя по первому тайму, как бы, исхода игры не вытекало, никаких, как бы, вопросов не возникало. Ну вот, а потом, во втором тайме, перекладил, ну там, Гоголаза попал, Сокол не забил, там, ну не знаю, какой там момент, по мячу, чтобы не попасть. Вот, все-таки игрок такого уровня должен реализовывать. И тут же пошла оборотка, контратака. Вот, получается, что провалили сначала второго тайма, далее в течение одной минуты, сколько там, двух минут, одной, забили два мяча. Ну, и, в общем, игра была проиграна. Спасибо. Владимир Николаевич. Трудная игра во всех отношениях получилась. Значит, абсолютно провальный первый тайм в нашем исполнении получился. Поверьте, что настраивание ребят на игру абсолютно не требует того, что, к сожалению, мы увидели в первом тайме. Значит, иногда, признаюсь честно, в неформальной обстановке, в раздевалке внутри коллектива приходится в жесткой форме разговаривать с ребятами для того, чтобы достучаться. Чтобы что-то изменить. Вы знаете, могу сказать, что сегодня это получилось. Сделал пыль, внесены коррективы определенные касаются самой игры. Ну, и, конечно, значит, коллектив и команда в целом меня услышали. Поэтому во втором тайме вышла агрессивная, настырная команда, готовая победить не только сравнять счет, но и выиграть этот матч. Поэтому мое стремление тренерское видеть таковой команду с первой минуты. Считаю, что победа заслуженная. Спасибо. Пожалуйста, переходим к вопросу. Егор Басила, Фресбол, пожалуйста. А, Дмитрий Викторович, Бегунова вы заменили тоже из-за того же, да? Да, Бегунова болезненный, кушит. Он в перерыве сказал о том, что продолжать матч не может. Дмитрий Викторович, скажите, что с ховером, какова ситуация? Говорят, что вы не хотите его отпускать, и как-то отразилось на усыдущей игре? Ковеля, действующий контракт с нашим клубом. И для меня самое важное было сохранить Леню в команде, потому что с потерей, с уходом Василюка, конечно же, в атакующей линии у нас были кадровые определенные проблемы, поэтому хотелось, конечно, сохранить Леню. Было предложение, и он съездил в Польшу, но дальше конкретных разговоров по поводу перехода его не было, поэтому для меня сейчас очень важно, чтобы Бегунов был сконцентрирован на остаток сезона и помог нам в атакующей линии. Так, у нас еще вопрос. Владимир Борисович, у вас вопрос все-таки про обед молчания. Расскажите, как общаться с нашими игроками теперь? А чего с ними общаться? А чего с ними общаться? Что они расскажут? Что они могут рассказать? Видел второй тайм сегодня? Могут, которые пускай рассказывают, но... Научиться играть в Леню, тогда будут рассказывать. Пока пускай молчать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...